Окей, банда, вот этот вирус просто жесть, посмотрите, хотя кроме компьютеряна есть какая-то болезнь на ваших глазах, банда. Скажешь, как с тобой всё хорошо. Что творим, бро, меня зовут Саркионис, и бро, сразу же, просто сразу же. Бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь, бро, ты же знаешь, перед ременью Суприм банда будет знать всеми. Кто не с нами, тот под нами, я как вижу, про тебя же не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Самую сильную банду на ютубе. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Ты Суприм банда, вы не поверите, что сегодня за видео. Сегодня реально настоящая жесть. Всё потому, что сегодня мы снова будем покупать что-то в Даркнете. И эта банда что-то совсем необычное. Это необычная посылка, которую вы привыкли видеть. Совсем недавно я узнал, что в Даркнете продаются разные вирусы, то есть болезни. На специальном сайте в Даркнете продаются настоящие болезни. К примеру, те, которые сейчас ходят по миру. И даже чума и поветрия банда. Те болезни, те вирусы, которых мы почти не слышали. И те, от которых приходит печальный конец. От которых просто погибают люди. И сегодня подойдите, не за этих вирусов мы купим в Даркнете. И посмотрим на него и возможно испробуем. Я очень надеюсь, банда, что всё придёт гладко. К примеру, банда, там есть вирус, который просто из человека превращает в зомби. Только представьте специальную болезнь, которая превращает человека в зомби. Который ходит как живой мертвец. Тем не менее, в связи с тем, что сейчас происходит в мире, я хочу вас немного обезопасить. Рассказать профилактические правила, как обезопасить себя. Для начала банда, как минимум, несколько раз в день. 30 секунд вы должны тщательно мыть руки с мылом. Также протирайте салфетки в ваше рабочее место. К примеру, телефоны или же компьютеры. Проводите больше времени дома. Не ходите по улице, где очень людные места. И одно из главных правил, не трогайте лицо руками. Потому что тот вирус, который сейчас ходит по миру, попадает в ваш организм как раз через глаза, нос и рот. Именно поэтому ни в коем случае не трогайте лицо руками. Окей, надеюсь, это понятно, банда. И давайте на это видео наберем 10 лайков. И бро, также подписывайтесь на мой инстаграм и на инстаграм Насти. У нас выходят очень крутые фотографии, которые, я уверен, что тебе на 100% понравятся. Именно поэтому, банда, все ссылки в описании. А мы тем временем переходим в Даркнет. Погнали! Окей, Супримбанда, надеюсь, вы готовы. Потому что сейчас мы уже будем входить в Даркнет. И смотреть на этот сайт, где продаются всякие болезни. Как я говорил и ранее, в Даркнете проводится буквально все. Даже люди, которые мы покупали раньше. Где я купил свою девушку с Даркнета? Это Вероника, банда, и все ее хорошо знаете. И сегодня, банда, на этом же самом сайте появилась новая вкладка. Под названием вирусы. Где буквально продаются все вирусы болезни мира. И на пятую, банда, мы сегодня перейдем на этот сайт. Погнали! Так и банда, вот этот вирус, просто жесть, посмотрите. Он подписан как вирус из жизни. Только вдумайтесь, описание этого сайта такое. Купите вирус на ваш вкус, все вирусы мира. Просто вдумайтесь, банда, в торты не проводится буквально все. Даже любая болезнь, любая вирус из всего мира. Итак, первый вирус, который у нас здесь есть, это поветрия. Тот вирус, который вроде бы как лечит чумной доктор. Только его меры очень специфичны. Второй же вирус мы все с вами прекрасно знаем. Не будем о нем даже говорить. И третий вирус, это неизвестно, посмотри. Он стоит всего лишь один доллар? Это жесть, банда, раньше его не было. Окей, давайте перейдем на вкладку первого вируса, поветрия, который стоит 500 долларов. Итак, вот так это были из телефонной версии. Вирус, который не излечит даже чумной доктор. Признаков нет, просто смерть либо от болезни, либо от чумного доктора. Противопоказание чумной доктор. Окей, суприбанда, все мы с вами знаем, что поветрие это болезнь чумного доктора. Ученые все еще не могут разгадать, как чумной доктор видит эту болезнь в людях. Он как-то увидит в людях, так как не видят другие доктора. И вновь поток поветрия, наверное, из-за этого и есть очень опасная. Третий вирус, это у нас этот неизвестный вирус, который стоит всего лишь один доллар. Окей, переходим на эту страницу. Посмотрите, видишь это? Здесь просто все написано неизвестно. Так же самое, как и название вируса. Все просто неизвестно про этот вирус. И он стоит всего лишь один доллар. Окей, этот вирус пока что больше всего нам подходит. Итак, четвертый вирус, все на английском, так и не привел эту страницу. Здесь написано, что этот вирус очень опасный. Пациента, который заболел этим вирусом, нужно срочно изолировать от людей. Это реально жесть. Давайте же вернемся ко третьему вирусу, который неизвестный. Думаю, он нам больше всего подходит. С учетом того, что он самый дешевый, всего лишь один доллар. Именно поэтому, банда, я его покупаю. Окей, банда, я заказал этот вирус, просто жесть. Мне написали, что где-то примерно в 3 часа ночи его доставит к моим дверям. Я очень надеюсь, банда, что все будет нормально. Тем не менее, бро, с чем в 3 часа ночи, погнали. Окей, Супримбанда, как видите, на часах 2 часа ночи, 2.56. Совсем уже скоро принесут эту болезнь, этот вирус. Я очень надеюсь, что все пройдет нормально. Но тем не менее, бро, мы решили хотя бы себя немного обезопасить. Мы купили пару перчаток и респираторы. Очень надеюсь, что они нам помогут с этой болезнью. Тем не менее, думаю, нужно уже их одевать. И как думаешь, Настя? Да, давай надевать. Окей, Супримбанда, я одел перчатки. Это было мучительно, потому что они намного меньше в развере, чем мои руки. Кстати, Настя уже полностью оделась, посмотрите. Надеюсь, ее точно не тронет этот вирус. Теперь же мне осталось только один респиратор. И я надеюсь, меня будет слышно. Да, слышно. Окей, банда, теперь осталось только дождаться от посылки с Даркнета. Окей, Супримбанда, кто-то уже позвонил в дверь. Я очень надеюсь, что это посылка с Даркнета. Господи, как же я волнуюсь. Окей, Супримбанда. Черт, эй, эй, вы кто? Господи, куда он езжает? Окей, здесь какая-то посылка Супримбанды. Черт, возможно, это и есть то самое. Но почему он так просто уехал? Окей, Супримбанда, это очень странно. Кто-то просто привез коробку и куда-то уехал. Даже плату не взял. Хотя там всего лишь плата была 1 доллар. И кажется, что кто-то просто хотел кому-то передать этот вирус. Окей, Супримбанда, тем не менее, давайте уже откроем эту коробку. Я очень надеюсь, что там как раз то, что мы заказывали. Очень надеюсь, что нас не кинули в Даркнете. О, черт, видишь это? Господи, что это такое красное? Тебе не кажется, что это кровь? Кто-то запаковывал коробку, кашлял, и с его рта летели брызги крови. О, господи, это ужасно. Но твоя теория мне нравится. Потому что иначе я как понять, откуда здесь эта кровь. Это нужно как-то аккуратно вытащить и посмотреть, что там внутри. Черт. Видишь это? Посмотри. Я что-то достаю, оно приклеилось. Что это? Господи, какая-то черная коробка. Возможно, здесь как раз и есть та самая болезнь, которую мы купили. Окей, открываем ее, суприбанда. Черт. Не видишь это? Господи, что это такое? Это похоже на кровь банды. Просто гляньте. Здесь написано неизвестно номер один. Господи, эта кровь как батареальная из какая-то болезни. Тем не менее, проатареальная жесть. Окей, больше ничего здесь нету? О, посмотри, еще какая-то коробка, видишь? Здесь написано лекарство. О, вот это нам повезло. Сразу же вместе с этой штукой положили лекарство. То есть, к примеру, если кто-то из нас заболеет этим вирусом, то сразу же будет лекарство. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Окей, оно пустое. Это уже стремная банка. Самое страшное то, что от этой болезни даже нету лекарства. Тем не менее, давайте, наверное, понюхаем. Просто жесть. О, черт. Оно очень сильно воняет насть. Это жесть. Господи, фу. Я не знаю, как это пить. Меня сразу же стошнит. На ваших глазах банда. Банда. Оно очень вкусно. Это просто жесть. И реально это было просто гляньте. Оно полностью пустое. Окей, суприбанда. Я бы очень рад, что наконец-то это сделал. Господи, теперь я должен ждать, что же будет дальше. Я очень надеюсь, что я хотя бы останусь жив после всего этого. И меня против, теперь ждем, что будет дальше. Что там, Сереж? Не знаю, мне почему-то вдруг резко начали полить бёгки. Господи. Что это такое, Настя? Сереж, может, скорую? Нет, ты что? Что они мне скажут? Господи, я не знаю, что это. Это жесть. Суприбанда, что происходит? Я просто купил реально какую-то болезнь Даркнета. Гляньте на это. Черт. Господи, это жесть. Мне как будто вдруг резко пропали силы. Может, это все такой скорый? Нет, ни в коем случае. Что ты им скажешь? Что мы купили какую-то болезнь Даркнета? Я просто хочу лечь. Я должен полежать, Настя. Это реально жесть. Господи. Это просто жесть, Настя. Мне реально как будто отбирает силы. Черт, я не знаю, что происходит. Зачем мы вообще это купили? Черт, это жесть. Мне просто слегки от крови, Настя. Черт. Господи, скорее, только пожалуйста. И звони, пожалуйста, в больницу. Ты мне чего не докажешь. Мы не знаем, что это такое. Ну хорошо. Черт, это просто жесть. Я просто должен лечь. Зачем я вообще это делаю? Это очень опасно, Настя. Пожалуйста, принеси воды. Я должен убить воду. Да, хорошо. Господи, я очень волнуюсь, что будет с Сережей дальше. Что если он не выздоровеет от этой болезни? Я очень волнуюсь за Сережу. Сережа. На, вот вода. Господи, давай. Давай. Господи, это жесть. Черт. Господи, ты весь мокрый, Сережа, тебя жар. Пожалуйста, дай мне побыть одному. Я просто помешусь, мне будет хорошо. Ты уверен? Да, на все 100%. Дай мне полежать, пожалуйста, уходи. Да, хорошо. Господи, Супримбанда, я очень волнуюсь за Сережу. Я не понимаю, что с ним происходит. А еще он запрещает мне звонить в больницу. Нужно пойти посмотреть, что он там. Сереж, ну как ты здесь? Господи, что ты здесь делаешь? Ты же лежал на кровати. Эй, Сереж. Сережа. Сережа. Ты как? Сереж, все хорошо. Ты какой-то странный. Ай, не трогай меня. О, Господи. Нужно найти лекарство. Эта же коробочка не просто так здесь была. Где она? Так, здесь точно ничего нет. Что за это должно быть? Ну, давай же. Таблетка. Есть лекарство. Сказается, она все время была здесь. Сережа, я нашла таблетку. Теперь ты можешь вылезти, что она все время там была. Сереж. Я нашла таблетку. Сереж. О, Господи. Сереж, не надо. О, Господи. Господи, быстрее. Что случилось с Сережей? Да, это Витя. Он становится как будто зомби. Он бросается на меня. Мне очень страшно. Я не знаю, что будет дальше. Нужно позвонить в скорую. Что если он захочет меня убить? Что если ему станет намного хуже? Он, Сережа, просил меня звонить. Я должна позвонить в скорую. Так, 103. Вроде бы же его нигде нету. Я очень надеюсь, что он сюда не прибежит. О, Господи. Сереж, пожалуйста, перестань меня пугать. Мне очень страшно. Сереж, я очень волнуюсь за тебя. О, Господи, это кровь. Мне очень страшно. Сереж, уже давно не было слышно. С ним, наверное, что-то случилось. Нужно пойти посмотреть. Сереж. Ай, Сереж. Он все еще там? Эй, Сережа. О, Господи. Сереж. Нужно запнуть ему таблетку. Давай. Сереж. Сереж. Сереж, ты как? Сереж. Сереж, пожалуйста, скажи, что с тобой все хорошо. О, Господи. О, Господи. О, Господи. Сереж. Банда, это просто жесть. Я так рад, что все наконец-то закончилось. Давайте на этом видео наберем 10 тысяч лайков. Настя, что с тобой? О, Господи. Черт, Настя, у тебя кровь. Субтитры сделал DimaTorzok